Выражение главы края о неумении быстро работать в адрес местных чиновников давно стало афоризмом. Так и сегодня на оперативном совещании Александр Осипов напомнил, темпы работы необходимо увеличивать, а доклады сокращать, озвучивать только факты. Отныне для каждого выступающего здесь не выделяют отдельного времени. Все решается быстро, недостатков в темах нет. Организация праздника, каникул, соответствующих выходных дней, чтобы наши населенные пункты, города были благоустроены, с иллюминацией, с соответствующей культурной программой. На эту тему надо будет провести совещание в ближайший день или два. У нас острый вопрос был по введению новой схемы работы по отходам. Ежедневно я ознакомился вместе с коллегами, кто за это отвечает, Минприроды. Правовым управлением, служба по тарифам о состоянии вопроса о ходе подготовки к внедрению этой системы. Как мы с вами знаем, установили, что мы не готовы к этой системе. Схема обращения с отходами неактуальна. Полигоны площадки своевременно не выделены. Многие вопросы правового характера не урегулированы. Сначала обсуждали подготовку города и его учреждений к новогодним праздникам, но затем перешли к нацпроектам. Оказалось, 16 программ повисли в воздухе. Почему? Ответ так и не был найден. А если мы по другим причинам не участвуем, тогда конкретно надо докладывать, по каким причинам не участвуем в том или другом федеральном проекте. Если надо докладывать, тогда отдельно. У нас возбуждение, чтобы не ввели. Дальше. Целевые показатели по вашему поручению руководители исполнительных органов власти ставили достижимые. То, что произошло дальше, повергло многих присутствующих в шок. Выяснилось, что на сайте госзакупок появилась заявка на приобретение офисных кресел стоимостью 19 тысяч рублей за каждое. Александр Осипов поручил первому заместителю руководителя администрации губернатора Сергею Трофимову провести служебную проверку и выяснить, кто захотел такие новогодние служебные подарки. Судя по всему, с покупкой удобных сидений его подчиненным придется подождать.